Снова это произошло. Заголовки геймеры в ярости на месте. Банжи объявили, что они поместят компанию расширения, отвергнутые и одну из её локаций, спутанные берега, в хранилище контента Destiny. Фактически это всё ещё удаление контента из игры, в том числе платного. И именно это и вызывает столь сильное возмущение. Это второй раз, когда Destiny теряет контент. Впервые вместе с запуском за гранью света, ровно год назад, из Destiny 2 убрали всю ванильную сюжетную кампанию Красной войны, вместе аж с пятью разными локациями, убрали множество налётов, карты Гамбита, Гарнила пошли под нож и, что самое болезненное, убрали аж пять рейдов. Конечно, спутанные берега не самая большая или разнообразная локация, если сравнивать её хотя бы с теми же Ио или Марсом. Но вместе с ней из игры пропадут как минимум ещё и два налёта, убежище роя и полое логово. Третий же, кстати, надзиратель пустоты, останется в игре по сообщениям разработчиков. Вторую локацию отвергнутых, город грёз, пока что не тронут. Он останется в игре, включая страйки, подземелья, расколотый трон и, конечно, рейд «Последнее желание». И, как я сказал в начале, игроки снова недоумевают, злятся и модерировать комментарии под такими новостями становится всё сложнее. И я не буду спорить. Я тут не для того, чтобы кого-то защищать. Прекрасно понимаю эту злость, удалять платный контент из игры – это всё ещё неслыханное решение. Конечно, Destiny 2 очень красивая и проработанная игра. И с технической стороны аргументы про то, что «ну вон, из вов же ничего не удаляют сколько лет» – не совсем аргумент. Однако эмоциям игроков это не мешает. Мы что-то покупали, нам это что-то нравилось, какие-то локации, активности были любимыми. А их убирают. Разработчики ещё в том году попытались объяснить технические причины, почему хранилище контента – это хорошо, и почему это эффективный способ, чтобы позволить игре продолжать развиваться. И дело не только в размере и весе файлов игры. Как у многих принято думать, постоянно вижу комментарии, что это всё консольщики виноваты, у них жёсткие диски маленькие. Тут речь скорее о фундаментальных причинах самого движка игры. Он изначально был разработан с какими-то условиями, из-за которых даже самая простая операция требовала невероятных усилий со стороны команды. Об этом не раз говорили сами Банджи ещё во времена оригинальной игры. Даже вернуть какую-нибудь старую карту или убрать, или передвинуть большой предмет с локации, допустим скалу какую-нибудь, становилось задачей довольно долгой. И конечно в этом виноваты не игроки. Destiny изначально так строилась, и то количество контента, что она на себе скопила, приводит теперь к тому, что студии приходится решать. Удалять куски игры и слушать реки негатива в свой адрес, или, а видимо или-то никакого и нет. Это одновременно ужасно и необходимо, и нам, фанатам игры, приходится с этим мириться. Мне приходится постоянно объяснять людям и отвечать на вопросы в стиле, а почему это в вашей Destiny опять убирают контент? Да потому что вот так изначально игру делали. Я-то откуда знаю? Конечно это ненормально, но раз мы играем, значит и такое готовы принять. Тогда какой смысл говниться в комментариях? Да, Банджи виноваты, не оптимизировали движок, говорили об амбициозной вселенной, но не ожидали, что она сама себя перерастёт и начнёт ломаться под своей тяжестью. Но я хз какого от меня все ответы хотят услышать. Так или иначе, да, это неприятная практика, это правда. Сейчас мы снова окажемся в ситуации, когда кто-то начнёт играть или вернётся после большого перерыва и снова не обнаружит кучу интересного контента. Про Кейда не узнает, про Ульдрена, про Ио, Шопот Червя не увидит, Калуса. И у меня на стримах до сих пор появляются игроки, которые к предыдущему вырезанию контента ещё не привыкли, а тут новая подъехала. Если хотите знать, главная проблема всей этой истории в том, что разработчики говорят, мы убираем этот контент в хранилище контента. Но при этом ещё ни разу ничего из этого хранилища не достали. Не вернули, чтобы показать, что вот оно, ребят. То, что вы любите, мы можем вернуть в любой момент. Просто поймите, что сейчас этому места в игре нет. В виде ивентов каких-нибудь, я не знаю, ивент с приёмом на Левиафане, например, или ивент с поисками уцелевших на Меркурии или Ио, да что угодно. Если я не ошибаюсь, в том же варфрейме, про который я уже устал слушать, что-то такое есть. Там есть какое-то хранилище, в которое иногда суют контент, и он раз в год открывается и даёт к нему доступ, не знаю. В общем, показав то, что хранилище контента работает в обе стороны, Банжи легче было бы продавать эту фичу как концепцию. Да, они регулярно возвращают что-то из первой части, космодром, хрустальный чертог. Но из того, что оказалось как раз в хранилище-то контента по Destiny 2, до сих пор ничего не вернули. За целый год. Так что логично, что это воспринимается именно как удаление контента из игры. Я очень хочу в час испытаний, хочу собрать Тиму в паноптикум, но оно всё где-то там и якобы может вернуться, но на самом деле будто бы нет. Разработчики регулярно на презентациях говорят о том, какие у них большие планы на серию, лучшие дни Destiny 2 впереди. И я надеюсь, что это и правда так. И сейчас там в офисе где-то готовят большое такое ТЗ для команды из соседней студии, чтобы та оптимизировала весь контент из хранилища и подготовила его к возвращению в игру. Пока из хранилища не будет возвращено хоть что-то, оно останется в умах игроков просто костром, в который бросают контент, который они любят. А такие удаления и перемещения планируются каждый год. Такой подход был бы просто немыслим в других проектах. А в Destiny 2 это всё ещё пытаются обернуть в яркий фантик. Припомню слухи и сливы о том, что в этом году собирались убирать ЕМЗ и NES. Но обошлось, можно сказать, малой кровью. Однако дыма без огня не бывает, похоже, что до них дело всё же дойдёт где-нибудь в следующем году. В общем, на этом у меня все мысли. Пишите, что думаете вы, только давайте как-нибудь поцензурнее, пожалуйста. Я понимаю, ситуация в очередной раз расстраивает, но говна в комментариях никому не надо. Спасибо за подписку, просмотр. А вот этим ребятам я крепко жму руку. До связи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok